Информационный блок на Атагил ТВ. Приветствуем наших телезрителей. В студии Олег Шкварков. Начинаем с новостей. Вот заголовки тем выпуска. Должен стать достоянием Среднего Урала. Сегодня общественная палата города вышла с инициативой присвоить этот статус старому Демидовскому заводу. Для этого предстоит участвовать в региональном конкурсе. На перекрестке космонавтов и Красноармейской теперь новая схема светофорного регулирования. Поворот налево с космонавтов отныне безопасный. Теплые носки, медикаменты, сладости и письма солдатам. Посылка учеников 24-й школы дойдет до зоны СВО быстро. Ее доставит гуманитарщик. Должен стать достоянием Среднего Урала. Сегодня общественная палата города вышла с инициативой присвоить этот статус старому Демидовскому заводу. Чтобы идея воплотилась в реальность, тагильчанам предстоит поучаствовать в региональном конкурсе. Олеся Культикова с подробностями. Старый Демидовский завод. Достояние Среднего Урала. Пока это лишь мнение тагильчан, но оно должно получить соответствующее подтверждение. Общественная палата Нижнего Тагила вышла с инициативой выдвинуть индустриальный технопарк на региональный конкурс для присвоения этого статуса. Достоянием Тагила мы давно считаем. Это Демидовский наш старый завод. А вот чтобы признано было достоянием Свердловской области, мы хотим, стремимся к этому. И, в общем-то, его знают и за пределами области, и за пределами даже нашей России, потому что действительно уникальный памятник. И такого звания, такого признания на уровне области он достоин. Конкурс на присвоение статуса достояния Среднего Урала объявлен Общественной палатой Свердловской области. Само голосование стартует 1 августа на портале Госуслуг. Принять в нем участие может любой желающий. Важность инициативы нашей городской общественной палаты придать статус достояния Старому Демидовскому заводу отметил глава города. Общественная палата является нашим помощником, реализатором, продвижением тех идей, которые сегодня, или мероприятий, точнее, которые сегодня в городе реализуются и продвигаются. Поэтому, с моей точки зрения, очень важно, когда в палату приходят люди активные, люди неравнодушные к развитию города. И, мне кажется, это дает новый толчок. Это толчок и общественной палаты, и администрации города, и совместно с нашей Нижнейшей Тегейской городской думой мы способны решить новые задачи и реализовать поставленные перед нами цели. Сегодня общественная палата приняла в свои ряды новых членов. Лидера волонтерского движения общественника Алексея Бова, директора фонда поддержки ветеранов и сотрудников правоохранительных органов Павла Пахомова и выдвинутого Нижне-Тагильской местной шахматной федерацией экс-депутата Гордумы Леонида Мартюшова. Разделили на потоки. С сегодняшнего дня на перекрестке космонавтов и Красноармейской действует новая схема светофорного регулирования. Поворот налево с космонавтов теперь безопасный. Изменение в движении автотранспорта и пешеходов внес Центр организации дорожного движения. Собираясь повернуть с космонавтов налево на Красноармейскую, автомобилисты по привычке притормаживают. Встречных пропускают, а те стоят. Ровно в 9 утра на перекрестке Усмака запустили новую светофорную схему. Теперь потоки транспорта по космонавтам движутся по отдельности. Сначала те, что в сторону Фрунзе, потом на Красный Камень. Третья фаза – движение по Красноармейской, одновременно в оба направления. И отдельная фаза для пешеходов. Люди идут, машины стоят. Только вот зеленый теперь нужно ждать больше 100 секунд. Очень удобно, мне нравится. А почему? Сразу в любую сторону прошло никаких препятствий. Но машины жалко стоят долго. Если надо, и больше будем стоять, чтобы ДТП не было. Надо хотя бы в первый раз проехать, чтобы понять, потому что большой светофор тоже проблематично. Но опять, если потоки разные, то тоже удобно будет. Нужно хотя бы два-три раза проехать и подстроиться, посмотреть. Новая схема движения куда безопаснее. Раньше многие автомобилисты для поворота налево выбирали следующий перекресток. А тут не рисковали. Из-за рельефа местности плохая видимость. Недостатки были в том, что объект находится под наклоном. Со стороны фрунзы движение по космонавтов идет в ускоренном темпе. И часто были конфликты с левоповоротом со стороны моста от Красного Камня. И, соответственно, были ДТП. Перед тем, как изменить режим работы светофора, специалисты Центра организации дорожного движения неделю мониторили ситуацию на этом перекрестке. Помогали детекторы, специальные камеры, которые считают проезжающие машины. Теперь еще неделю будут следить, новую статистику изучать. В настоящее время диспетчер, специалист по управлению дорожным движением в режиме реального времени с помощью видеокамер может контролировать обстановку. В случае каких-либо эксцессов мы в состоянии применить диспетчерское управление на этом объекте и, так сказать, уже в ручном режиме организовывать управление светофорным объектом. Но это благодаря тому, что в городе развивается информационная система, интеллектуальная транспортная система. В этой системе 80 городских светофоров, еще около 70 ждут модернизации. Уже сейчас из этого центра можно оперативно управлять ситуацией на дорогах. К примеру, произошло ДТП. Из-за этого люди в поисках пути объезда столпились на светофоре. Диспетчер вручную переключает светофор и пропускает затор. И так каждый день с 7 утра до 7 вечера изучают трафик, следят за каждым светофором. Сначала за их исправностью. Для этого у нас есть программа СУДД. Она показывает все 80 объектов, которые внесены, и исправны они или нет. Если у них какая-то есть неисправность, уточняешь, в чем эта проблема. Есть определенные горячие точки, которые каждое утро проверяются по камерам. Например, перекресток Мира Цилковского на наличие затора. Ситуация на дорогах зависит от погоды, времени суток, дня недели, праздников, аварий. Из-за этого поток машин может быть выше обычного. Вот и следят. Помогает в этом 150 камер и 56 детекторов. Объем информации огромный. Поступает он в Центр обработки данных. Это мозг всей транспортной системы. Тут живут сервера, которые прожорливые. Это не бытовой любительский компьютер. Это специальное вычислительное устройство, которое имеет два блока питания, две сетевые карты, набор дисков. И у них, соответственно, у этих компьютеров, у серверов, это тот же компьютер, но более мощный. И у него резервировано все практически. Тут же есть хранилище, где все записи с камер сохраняются на 30 дней. Шесть компьютеров, мощная система безопасности, источник бесперебойного питания, который в случае аварии даст время, чтобы серверы безопасно выключились. Этот центр организовали в 2020-м. Тогда же в Тагиле начали внедрять интеллектуальную транспортную систему. По планам на этот год подключить к ней все светофоры на Фрунзе. В ДТП на вагонке в столкновении двух иномарок пострадал ребенок. По предварительным данным, 66-летний водитель Mitsubishi Lancer пошел на разворот из крайней правой полосы. Позже уверял, что убедился в безопасности маневра, однако почувствовал удар. В этот момент по левой полосе двигался Volkswagen Polo с женщиной за рулем. В результате 9-летняя пассажирка Volkswagen получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. После осмотра медики отпустили девочку домой. Она была пристегнута ремнем безопасности. Это и уберегло ее от более серьезных травм. Стаж вождения у водителя Mitsubishi 43 года. К административной ответственности в этом году не привлекался. В момент аварии был трезвым. Другая авария произошла на Свердловском шоссе. Грузовая «Газель» начала поворачивать со стороны старателя к торговому центру депо и столкнулась с товстречным мазом. От удара более легкий грузовичок вылетел в кювет. Мужчине из машины помогли выбраться спасатели. Он оделся только ушибами. А вот пассажирку «Газели» медики госпитализировали. Стаж обоих водителей около 20 лет. Сейчас по факту этих ДТП проводится расследование. Устанавливаются окончательные причины и обстоятельства. Груз забыл, пытаясь скрыться. К полицейским обратился таксист, от которого сбежал пассажир. Водитель рассказал, что ему поступил заказ на поездку до Кушвы. И в машину сел очень пьяный 31-летний мужчина. По дороге они заехали на заправку. И пока водитель ходил рассчитываться, пассажир скрылся в лесу, оставив в машине рюкзак. При досмотре сотрудники полиции обнаружили в нем 39 полимерных пакетиков с наркотиками, электронные весы и изоленту. По камерам видеонаблюдения вычислили мужчину и доставили его в отдел. Сейчас на него возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере. Кушвенец находится под арестом. Расследование продолжается. О содержании городских дорог, а также о предстоящих ремонтах полотна и объемах работ в предстоящий летний сезон сегодня говорили на постоянной комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Нижне-Тагильской городской думы. Какая сумма предусмотрена в городском бюджете и на какие объекты узнал Алексей Алексеев. 1 миллиард 703 миллиона рублей предусмотрено в городском бюджете 2023 года на организацию дорожной деятельности. 606 миллионов направляются на ремонт пяти объектов по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это два участка проспекта Мира, улицы Фрунзе и Тагилстроевская, а также участок Черноисточинского шоссе. Кроме того, в рамках проекта продолжится ремонт на улицах Октябрьской революции и Целковского с путепроводом через железную дорогу. Подрядная организация на этот год мы планируем и с ними работаем, чтобы были завершены работы в целом по путепроводу. Это организация полноценного пешеходного движения, это запуск движения трамвайных вагонов, это запуск работы очистных сооружений, а также запуск движения на участке улицы Октябрьской революции от улицы Целковского до улицы Газетной. Также средства выделяются на завершение ремонтов проезжей части и тротуаров на Исинском тракте, транспортного узла площади трудовой доблести, инфраструктуры моста через Тагильский пруд, строительство дорог в микрорайоне Муринские пруды, продолжение внедрения элементов интеллектуальной транспортной системы. 357,5 миллиона рублей – деньги на эксплуатационное содержание автомобильных дорог в текущем году. По мнению депутатов, сумма недостаточная. Содержание дорог – это же не только уборка снега и стрижка покос газонов, это же еще и текущие ремонты автодорог, а как раз по текущим ремонтам все больше и больше вопросов. Поэтому точно стоит смотреть при планировании бюджета следующего года, что надо увеличивать сумму именно на содержание текущей ремонты дорог. На заседании отмечено, если национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуется успешно, то состояние тех улиц, которые в него не попадают, оставляет желать лучшего. В качестве примера приведены «Каспийская» и «Монтажников». И из-за дефицита финансирования ремонт второстепенных дорог заставляет долго ждать. Теплые носки, медикаменты, сладости и письма солдатам. Гуманитарный груз для российских бойцов собрали ученики 24-й школы на Руднике. Посылка в зону специальной военной операции дойдет быстро. Это обеспечит выпускник школы 2003 года Эльдар Зульхиджин, который называет себя гуманитарщиком. С ним познакомилась Юлия Полева. Выпускник 24-й школы Эльдар Зульхиджин живет в Москве. Помогать Донбассу он начал еще в 2014 году. Тогда отправлял деньги на нужды бойцов. В июне прошлого года попал под обстрел. У меня супруга сама с Донецка. И я приехал, поехал я в центр города. Мне там надо было кое-какие дела сделать. И в школу был прилет снаряда. И я находился в 15 метрах от этого. Рассказывает, что тогда и понял, что не может оставаться в стороне. Занялся гуманитарной помощью. Регулярно ездит в направлении Донецка и Белгорода. Сначала собирал грузы своими силами, позже подключились благотворители. В родной школе Эльдар рассказал ученикам 5-х, 8-х и 9-х классов о том, что видел в прифронтовой зоне. Ну вот я им сегодня рассказываю, показываю вкратце фотографии, мои фотографии с передовых. Это именно те фотографии, которые можно показывать. Ну, чтобы дети хоть немножко понимали, что вообще происходит. Тагильские школьники собрали посылку для бойцов. Положили в нее теплые носки, медикаменты, сладости и письма. Груз передали Эльдару. Он доставит его адресатам. Собрать пазл из обрезанной пластинки, отгадать песню «Перевертыш», а также увидеть коллекции пластинок различных исполнителей, в частности, группы Queen. Здесь же можно и послушать. Центральная городская библиотека представила выставку «История винила», где гости могут узнать о том, как развивалась грамзапись. Выставка будет демонстрироваться для посетителей в рамках проекта «Вместо распаковка», реализуемом при поддержке фонда президентских грантов. Площадка, на которой мы сейчас с вами находимся, это виниловые джунгли. Здесь встречаются те, кому интересна музыка на виниле разных времен, разных государств, разных стран, разных исполнителей. В экспозиции представлены пластинки из шалака, винила и гибкие пластинки из журнала «Кругозор». В коллекции фонда огромное количество грамзаписей от классики до литературных произведений, в том числе и детских. Окунуться в мир винила смогли и студенты педагогического института. Для них провели целый квест, в конце которого вручили сувениры. Выставка «Виниловые джунгли» будет открыта до конца февраля. На Горебелое стартовал местный этап 9-го зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В горнолыжном комплексе собрались 350 участников. Им предстоит два дня напряженных спортивных соревнований. Каждым годом конкуренция увеличивает, что не может нас на рынке. Я хочу пожелать вам честной и бескомпромиссной борьбы, крепкого здоровья, удачи, успеха и самые два ярких побед, особенно наших юных участников. Именно с этими словами стартовал 9-й зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». На паркете спортивного зала 35 команд от муниципальных образований Свердловской области. Прежде чем пройти на региональный этап в Нижний Тагил, каждый из участников проходил жесткий отбор. Мы в Каменске были на лодочной станции, бегали на лыжах, сдавали пресс, отжимания, наклон. И я заняла первое место. И меня решили взять в Нижний Тагил. Я хочу очень хорошо сдать все на 100 баллов и попробовать для себя что-то новое. Я участвовала в ГТО два раза, именно в Нижнем Тагиле, и получила два золотых значка. Для Юлианы Егоровой такие соревнования не в новинку. В 10 лет уже второй взрослый разряд. Девочка ставит цель и идет к ней. Ее результаты действительно поражают. 39 отжиманий от пола. Хотя на золотой значок требуется лишь 13 раз. Я приехала за личными рекордами. Для меня это значит намного больше, чем значок, рассказывает юная спортсменка. Пересиливают себя здесь и взрослые. Когда силы на исходе, руки трясутся, но нужно подтянуться тот самый последний раз. Держи, 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 поднимайся. Подними, не мешай. Хорошо. Мне не верю. Алексей Шадрин стал лучшим в Верхней Пышме. Занял первое место. Сегодня подтянулся 31 раз. Хотя по нормативам нужно лишь 9 в его возрастной категории. В фестивалях участвует лишь третий год, но утверждает, что все зависит от желания. Я считаю, что занятие физкультуры позволяет держать себя в тонусе. И хорошее высказывание есть. В здоровом теле здоровый дух. Цель, конечно, победить. Первое место занять. То есть там, как пойдет, лыжняк, как говорится, рассудит. Лыжня как раз и рассудила. Ведь она и была первым испытанием для участников. Далее отжимания и подтягивания. Впереди наклоны, прыжки в длину, пресс и плавание. На протяжении всех испытаний поддерживала юных участников призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира по биатлону среди юниоров, заслуженный мастер спорта Елена Чепикова. Очень важно заниматься каждый день. Не важно чем. Ходить на лыжах, плавать в бассейне или ходить в спортзал. Это очень важно. Потому что это здоровье. А здоровье – это самое главное в этой жизни. С этого начинается все. Фестиваль ГТО в этом году сочетает спортивную программу с образовательной. Участников ждет конкурс на лучшее стихотворение к столетию появления в нашей стране госорганов в сфере физкультуры и спорта. И викторина «Что, где, когда». Юра Икаравелла. Пятиклассник школы номер 90 Юра Нюкалов покорил вселенную Владислава Крапивина. Ответственное питание. Что должно быть на столе, чтобы сохранить здоровье? В аисте летели, как на крыльях. Большой репортаж «Слыжни России-2023». Об этом и не только пишут журналисты тагильского рабочего в свежем номере газеты. Далее на нашем канале очередной выпуск программы «Решение». Анна Кизила, представец новости Нижней Тагильской городской думы. А я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго.